И парадоксальное совпадение. В день очередной годовщины резонансных преступлений происходят новые громкие ЧП, которые затмевают в информационном пространстве предыдущие происшествия. И сегодняшний день исключением не стал. В Киеве цинично. На глазах у десятков свидетелей убили россиянина. Произошло это на стоянке одного из торгово-развлекательных центров. Двое человек расстреляли мужчину, который в РФ числился в розыске. Подробности выяснял Руслан Смещук. Ну все целы, просто машина обстрелена. Поэтому, в принципе... Ну ничего, что он там в труп лежит? Труп лежит? Ну он же же накрытый. Около 11 вечера. Левый берег столицы. Парковка возле ТРЦ. Неизвестные из автомата убивают мужчину. А после сбрасывают ствол, садятся в автомобиль и спокойно уезжают. Все на глазах десятков очевидцев. В общем, человек видел того, кто стрелял. У нас на парковке лежит автомат и тело. Вскоре полиция устанавливает личные жертвы и количество нападавших. Двое неведомых людей стреляли в человека, который от отриманных поранений помер на месте. Особа потерпела установлено. Это человек 64-го года народжения. Убитым оказался Асиф Мамедов. Его разыскивали в России за совершение убийства. В Украине он, возможно, скрывался от правосудия. Эксперты отмечают, в последние несколько лет в нашей стране возросло количество откровенно циничных преступлений. Вот цинизм и открытость совершения такого рода преступления, да, оно увеличилось в несколько раз. Сегодня это более доступно. На сегодняшний день мы уже начинаем, извините за выражение, за цинизм. К этому привыкать. Существует такой стереотип, что якобы на это влияет война, которая идет на востоке. Да, конечно же, влияет. Но первый фактор, скорее всего, это дестабилизация правоохранительных органов. Вследствие реформы МВД в органах практически развалена оперативная работа. Раскрываемость, по самым оптимистичным прогнозам, упала на 50, а то и на 70 процентов, сообщают эксперты. Поэтому преступники все чаще действуют с откровенным цинизмом, ничего и никого не боясь. Руслан Смещук, Иван Матриченко. Подробности телеканал Интер.